Ваше Святейшество, уважаемый Собор, мне не счастливилось, я участник всех двадцати Соборов. Это высокое собрание для меня, как политика ученого, дало очень многое. Была возможность понять суть нашей государственности и нестоки, почему мы выдержали все набеги, и каким образом справедливое советское государство справилось с самым большим углом в земле фашиста. Я 20 лет участвую в заседании Совета Европы и выступал на одном из главнейших собраний, когда собрались все европейские правонаритарии пяти стран и рассматривали вопрос вызову времени и будущей Европы. Выступая там, я заявил, что если сложить уникальный потенциал Европы и России, то это будет самое перспективное предприятие 21 века, ибо мы имеем колоссальные духовные возможности и потенциал, великолепную технику, мы имеем историю общений и одновременно имеем уникальную прививку от двух мировых войск, которые нас обязательно побережут от следующих конфликтов. Европа дружно аплодировала, но это крайне и понравилось прежде всего американским дипломатам и специалистам, и на чередуе встречи со мной они долго и упорно вас спрашивали, почему я выступаю в поддержке знаменитой теннис Европы от Атлантики до Дальнего Востока. И вдруг на очередном заседании Совета Европы появляется фрагментарий Швеции, который выдвигает моему отечественной родине особые претензии, якобы советская страна и фашистская Германия виновны одинаково в войне. И мне казалось, что Европа бурно восстанет против этого. За одну только почву мы положили почти 600 тысяч лучших сынов и дочерей своей родины. И тем не менее, эта короста, эта прогресса, в руках она стала достаться как жуткая ядва, и понеслось от заседания и доседания. Нас воспитывали и ругали за прибалтицу, до той поры, пока по Риге стали маршировать нацисты и очередные фашисты. Нас долго упрекали за сердию, что мы их поддерживали, пока натоц не ставили в беспощадном больнике. Сегодня глобалисты поставили принципиальную задачу расчеловечивания человека, сжечь свои 19 триллионов долларов, это самый большой долг в мире американцы, развязать любой конфликт, лишь бы он их не болел, и мы являемся тому свидетелем. И здесь диалога не получится до той поры, пока мы внутри не будем едины и не в состоянии ответить на эти уникальные точи, опасные для всех нас вызовы. Прежде всего, я хотел бы сегодня, в этот ответственный день, заявить, чтобы мы противостояли новым вызовам и вели полноценный диалог, мы должны сознать три явления, три самых главных наших на сегодня, думаю, заповедных. Самое гениальное изобретение русского народа – это сильная государственная державность, но оно может быть сильным в проусловии существования высокой духовности, справедливости, помноженной на научно-технический прогресс. Надо иметь в виду, что в этом мире сильные, успешные, умные, образованные на современном глобалистам не нужны, поэтому особое внимание уделить надо этим сферам, начиная от формирования своей стратегии, кончая текущим бюджетом. И надо иметь в виду, что исключительно важно здесь всем политическим силам, всем людям, всем патриотам нашей державы объединить свои усилия для достижения этих целей. Хочу обратить ваше внимание на два события, которые сошлись счастливым образом. Именно в эти дни было объявлено осадное положение в Москве 75 лет назад, но в эти дни исполняется и 100 лет знаменитому трансиву. Я когда исследовал истоки этой выдающейся победы, а Жуков сказал, что это была самая сложная и ответственная победа наша, то вдруг оказалось, что мы бы ее не могли получить этой победой, если бы не принято было два уникальных решения. Одно было принято Александром Третьим, и вот Гаварию строит Россию, заявляя о том, что невозможно построить теми средствами, которые были, за те деньги, которые тогда были умерли. Он сказал, что с трансивом мы не спасем великие государства, и начали строить гиркой, лопатной тачкой по 400 километров в год. И решили эту проблему. Именно трансив спас Москву, под которого перебросили шесть дивидий из Сибири и Дальнего Востока, и они погнали фашистов в госты почти на 300 километров. Но для того, чтобы народ был един сплочен, после тяжелых гражданской войны были предпримены целые очень важные меры для сплочения стран. В 1934 году было реверативно кулачство, в 1935-1936 казачество с остановлением казачьих семей, в 1939-м имущественных классах, затем в Сталин, по сути дела, на встречи с высшими патриархами, извинился за те перекосы и многое сделали для восстановления нашей культуры и православной меры. Эти меры позволили разъединить народ и обеспечить нашу поддержку. Мы должны прекрасно понимать, что в ближайшее время перед нами раскрывается целый ряд проблем, которые мы обязаны решать. Но нам решать их придется на фоне тяжелого финансового бизнеса. Здесь мы должны понимать, что за последние пять лет мы потеряли 7% валового продукта, это 90 триллионов рублей валового продукта, то есть 35 триллионов в бюджет. С плюс 4% упали до минус 3,7 и продолжаем, к сожалению, скатываться. Это требует иной финансо-экономической политики. Мы недавно и обсуждали в ходе выборов, и предложили печень шагов достойной жизни, которые максимально бы мобилизовали все ресурсы страны для развития народа и своей научно-технической базы. Но у нас и внешний фонд крайне сложный и опасный, которого даже не было в 90-е годы. Поэтому мы должны все сделать, чтобы вести народный диалог с своими соседями, братьями, друзьями, особенно с Украиной, чтобы обеспечить необходимую поддержку тем, кто обостал, кто против фашизм. Всего же Донбасса мы в этом году привели полторы тысячи детей, которые отдохнули, которые побывали в Храме Спасителя, в Храме Кремля, которые посмотрели на героическое прошлое нашей совместной державы. И я сказал, я хочу сказать на людей, это очень воздействие. У нас впереди с вами 100 лет февраля, недалеко уже. 100 лет великого октября, 100 лет начала гражданской войны, 100 лет рождения Ленинского фунцомола. Нам надо быть очень умными осмотрителями для того, чтобы давать оценки не сталкуя людей, а из прошлого дела необходимые уроки и выводы. Я считаю, что на пути святейшего и великолепные выступления под сводом этого величиного храма дает нам пример, как надо делать это в нынешнее развлеченное время. Мы благодарим ваше святейство, вас впервые за 20 лет в этом году пришли в Государственную Думу и выступили, защищая справедливость, достоинство, народное образование и многое делается для сплочения нашего общества. Но мы должны прекрасно понимать, что без новой финансо-экономической политики решить многие задачи невозможно, будь то оборона, социальная сфера или борьба с нищетой. К сожалению, 25 миллионов в стране сегодня нищие. Каждый второй живет меньше, чем на 15 тысяч рублей в месяц. Нам надо все сделать для того, чтобы полная сказна и все талантливые люди могли иметь достойную работу, а молодежь достойное будущее. Без высокой духовности, культуры и сплоченности решить эти проблемы невозможно. Уверен, что и наш нынешний Всемирный Собор несет свою большую лепту в тот диалог, который крайне необходим внутри нашей страны и диалог на международной арене, который позволит нам отстаивать национальные интересы, сохранить мир, свое достоинство и будущее наших детей и вновь. Спасибо.